Конкретной даты нет, к сожалению, потому что нам надо еще решить кое-какие бумажные вопросы для того, чтобы мы могли официально выйти на маршруты. Этот промежуток составит ориентировочно 2-3 недели, если у нас не будет каких-то непредвиденных трудностей. Максимально, я думаю, что это будет до месяца. Через месяц мы сможем уже спокойно выйти на маршруты для того, чтобы работать и обслуживать наших горожан. А что самый гальмой процесс? Это просто обычная бюрократия. Есть сроки для согласования определенных документов. Тут просто есть вопрос, если у вас есть лицензию на пассажироперевознение, или это безусловно связано с наявностью транспорта? Это также одна из причин, почему мы не можем выйти прямо сейчас. Потому что, получив автобусы, мы подались уже сегодня, завтра подаемся на лицензию. Сегодня мы получили уже временный техталон на один из автобусов для того, чтобы мы могли подать дальше документы на лицензию. Мы разрабатываем новые маршруты, потому что автобусы будут ходить не как маршрутные такси, они будут ходить, это называется, обычного, обычного, звичайного руху. Они будут останавливаться на каждой остановке, маршрутки могут останавливаться там, где, скажем так, не обязаны останавливаться на каждой остановке, они могут остановиться в любом месте, не нарушая правил дорожного движения. На свете, я понимаю, они, плануясь, что эти автобусы будут рухаться до отдаленных районов города. Почему именно так? Потому что, давайте так, Октябрьская. В этот район не ходит на данный момент ни один коммунальный транспорт, ни один перевозчик не может, или так, не хочет. Коммунальный транспорт не обеспечивает перевозку льготных слоев населения, поэтому было принято решение, чтобы, это, наверное, последний район, можно так сказать, в котором нет перевозки льготных слоев населения, поэтому туда было решено пустить автобусы, чтобы их уравнять с остальными районами. Второе направление – это Терновка. Там очень большие нарекания на работу маршрутных транспортных средств, особенно в вечернее время суток. Поэтому было принято тоже решение пустить туда, потому что автобусы будут работать ориентировочно до 10 вечера, и будет возможность и приехать в тот район, и уехать из этого района домой, если кто-то там в гостях. Это корабельный район, и так само Тернивка. Да, корабельная Терновка. Такая же ситуация у нас и в ракетной роще. Там тоже проблема с выездом оттуда вечером.